И к другим темам. К нам в редакцию обратилась жительница дома 43 по проспекту Кулакова. Пенсионерка живет на последнем этаже. По ее словам, много лет в доме текла крыша. В прошлом году кровлю починили, но ущерб за испорченный ремонт никто не возместил. Юлия Белякова отправилась разбираться в коммунальном вопросе. Даже здоровье пошатнулось, горюет Мария Сиротенко. Видеть эти подтеки нет никаких сил. По словам пенсионерки, потолок заливала регулярно. Крышу починили в прошлом году, а вот неприглядная картина осталась. Сама Мария Романовна здесь не жила. Больше нравилась в деревне. Год назад пришлось вернуться в квартиру. Сразу же начала бить во все колокола. Это стопка жалоб и обращений за последний год. Чтобы привели в порядок квартиру. Вот чтобы они это самое... Ну вот хоть бы как-нибудь, чтобы привести в порядок. Но не жила же я вот так, как сейчас. С 13-го года по 18-й год крыша не течет. Когда она протекла, неизвестно. Может быть 10, может 15 лет назад. За те года, которые кто-то ее обслуживал, управляющая компания не несет ответственности. Если бы крыша потекла при управлении, я бы ей выполнил ремонт или компенсировал. Если докажут, что мы виноваты, значит будем какие-то меры принимать. Директор управляющей компании также рассказал, что его сотрудники безвозмездно помогали пенсионерке с ремонтом сантехники, которая, разумеется, не относится к общедомовому имуществу. Но вопрос с ремонтом потолка по-прежнему открыт. Мы обратились в жилищную инспекцию Курской области. Там с пострадавшей оказались знакомы. В июне этого года в квартиру к бабушке уже выезжала комиссия. Подтеки зафиксировала, но поводов привлечь управляющую компанию к ответственности не нашла. Жилищная инспекция может призвать к ответственности управляющей компанией в том случае, если мы фиксируем протечку. В данном случае кровля находится в технически исправном состоянии. Если ей потребуется подтверждающий акт наличия данных следов, то, пожалуйста, она может обратиться в жилищную инспекцию и получить материалы дела. Выход все же есть. Провести независимую экспертизу, которая дала бы заключение, когда именно был залит потолок, а потом обратиться в суд. Если заключение подтвердит, что это случилось за время деятельности этой управляющей компании, Фемида непременно поставит в этом коммунальном вопросе точку в пользу истца.